Всем здравствуйте! С вами мы, Лави, я, собственно, и... И, собственно, я фрей! Да! И мы продолжаем с вами записывать квест! Замечательно, квест за квестом и тому подобное. Тобыш! Как её звать-то, господи? Чинза-садинов! Даркай! Даркай! Слушай, я причём помню, на чём мы застряли, мы не знали, что нажимать, и проблема оказалась в том, что мы нифига не нажимали на разные вещи, на разные кнопки мышки, и оказалось, что на Крутой Берег нужно нажимать другой кнопкой мышки. Да, такая вот ложа. Да, поэтому нужно всегда... Сходи-ка! Тут что-то лежит! Я уже читать начал, я хренел. Ты сам охренел? Ладно, ладно, ладно. Оставляю сию участь профессионалам. Ну, окей. Всё? Э? Видимо, всё. А, ну, да, да, да. Это целиковое сломанное колесо. Ну-ка-ай. Нужно это самое сказать. Я желаю... Может, теперь Нури сможет починить его. Значит, ты можешь чинить предметы чарами? Да, легко. Это похоже на твои чары разрушения, но вместо того, чтобы представить... Было-будто. Но все компоненты должны присутствовать. Ага, круто. Ну, у нас всё есть. Чё, это... Что? Чё? Куда? Какого? Просто... А-а-а-а! Куда, блин? Ладно, я желаю... Эй! Эй! Правда, очень смешно. Хорошее колесо. О, ты владеешь магией. Теперь уже не очень. Ты... Твачатруида? Нет, я... Ну... Ты владеешь магией. А ты владеешь магией? Ну, не такой вот, но я знаю другой магией. Правда? Мы с Дарианом могли в буквальном смысле опослеплять зрителей. Смотрите. Эй, не надо нас слепить! Эх, ого чёрта! Ого! Такой красивый, яркий свет! Какая наигранная у неё реакция. Но... Ты всегда используешь белый порошок для магии? Какой порошок? И тебе не больно взрывать свет? Свет, порошок... Чё твой боль? Я правда не понимаю, о чём ты говоришь. А, то есть, понятно. К тому же ещё и порошок её обжигает или что-то в этом духе, да? Да. Я не понимаю, ничего не знаю. Какой порошок? Ещё, кажется, там какая-то хрень. Не, мы не можем залезть в люк на крышу, потому что мы не можем туда залезть. Хорошо объяснил. Блин, ну-ка, с ней можно ещё поговорить? Как ты? Так себе. По-моему, мы уже всё более-менее говорили. Мне кажется, нужно сначала приделать колесо. Ты могла бы подвезти нас на север. Что с твоей группой безопаснее? Ты могла бы, ты могла бы, ты могла бы, ты могла бы, ну ты могла бы подвезти нас на север. Но вы возвращаетесь, но ты всё равно могла бы. Ты зашупись. Не, даже сам бежит, даже когда один раз кликаешь. Прикольно. Ну просто потому что он далеко, я понимаю, в чём логика. А ну хватит глючить герон. Тупый глюченый герон, хреновая игра, в которой ничего не происходит, и она всё равно лагает. Реально. Колесо снова на оси. Теперь ты согласишься подвезти нас немного? Вы починили повозку, и клянусь траве, я бы не отказалась от компании. Вот ключи от повозки. Я останусь тут ещё немного. Погоди. Она что, сказала типа езжайте, а я тут посижу? А я думаю нет. Ключи от повозки! Не, я к тому, что это забавно звучит. Они типа не могут уехать, потому что у них нет ключей от повозки. Пойдём внутрь. Ещё она сейчас... Да она больше внутри, чем сторожней. Личный. Да-да, просто прекрасно, я победила в соревновании этого бога. Что мы будем делать теперь? Спать. Смотри! Она заглючила. Это фрошок, который морщинистая женщина призывала слепящий свет. Я видела, как она бросила его в костёр. Не трогай его, кто знает, что это такое. Я буду спать в кровати, ты можешь спать на ковре. Что? Что это было? Что-то... Что-то снаружи. Какие странные люди? Айду. Нет-нет, никого тут не было. Она лжёт, к сожалению. Тот, кто лжёт, должен придержать язык. Пожалуйста, поверьте, здесь никого, кроме меня. О да, они здесь. Она пытается обмануть нас. Она скажет нам, где они. Пожалуйста, я не могу вам ничего сказать. В таком случае мы не можем оставить его обык. Уходите прочь! Время быстро течёт в этом мире. Жизни всё время сокращаются. Они здесь. И мы найдём их. Ты сразу закрыл. Извини, заперся. Что происходит? В астронах существа ищут нас. Они пока не знают, где мы, но они угрожают Изиде. О нет, мы должны помочь ей. Я должен как-то отверстить существ. Или прогнать их. Ну, странно она выглядит при приближении, только посмотрели на неё. Особенно на её ноги. Да я на её ноги сразу заметил, что они странные и кривые. И размытые. Да, эти коленки выглядят стрёмно. Ощущение, что у неё делись от кости, от другой части её ног. О, именно поэтому она не человек. Да, теперь вы можете. Вы знаете, как распознать фею. Это вы сделаете по её ногам. Всегда смотрите внимательно на её ноги. Ещё они ходят босиком. Босиком и я ходить люблю. Не любишь. А, да, я же не люблю. Ты их любишь увидеть. Ну, это тоже. Я хотел бы любить ходить босиком, но это больно. А феям не больно вот они ходят. Или они только так прутся от того, что они босиком, что ходят. Несмотря на боль. Погоди, 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 погоди. Феи поклонницы БДСМу прутся от боли? А что, интересный факт. Угу, из жизни феи. Мне кажется, нужно взять... Я причём помню, что это за парашют такой. Мне кажется, был такой... То ли магний, то ли что-то такое. Какая-то магниевая фигня. Ох ты, штора. Прям... О, марионетки! Кто это? Кто это? Какие-то выдванные персонажи. Какая разница? Может, они нам помогут? Тот, что посередине, похож на короля. Ну, давай. Возьмём кого-нибудь. Незачем тратить на них время. Она пустая. Кто-то до сих пор делает марионеток из глины? Интересно, у нас есть пустая глиняная хрень. Это уже можно воспринять как какой-то сосуд, в который, возможно, можно насыпать этой фигни и использовать её как гранату швырнуть в огонь. Хорошо мыслишь. Да, не, просто они это сам... Что за лезть? А! Что? Как всегда себе в штаны. Нормально. Он её в нуре засунул. Она магическая. В неё всё помещается. Боже мой. Больше, чем снаружи. Боже мой. Нет, стоп. Что-то я не то говорю. Я только сейчас это понял. Какой ты пошлый. Если я выйду сейчас, они найдут нас. На верхний выход. Какой верхний выход? Сверху! А! Блин. Я не это имела в виду. А вот это. Норм. Всё, не ходим туда. Берём порошок, засовываем её в голову. Здесь просто других вариантов даже нет. Здесь! А! Я не собираюсь трогать его голыми руками. Магнезий! Я ей говорю, что это магнезий. Говоришь, она использовала порошок, чтобы призвать яркий свет? Какой порошок? Они идиоты. Я не собираюсь трогать его голыми руками. Они точно идиоты. Это охрененная подсказка. Я прошу. Надеюсь, порошок сработает. Вот видишь, всё чётко. Полезли, значит, наверх. Здесь просто другого варианта нет. Здесь предметов так мало. Она пытается обмануть нас. Она скажет нам, где они. Пожалуйста, я не могу вам ничего сказать. В таком случае... Мы можем оставить её. Мы не можем оставить её. Уходите прочь! Было! Быстро течёт в этом мире. Было! К сожалению, пожалуйста, проверьте, они здесь. Ура! Наконец-то вы заткнулись! Я почему не поняла, что они одно и то же говорят. Да нет, было-было. Швыряем в огонь. Другого варианта нет. Я могу легко запросить голову с порошком в костёр. Но сначала надо закрыть дыру, чтобы порошок не рассыпался. Чёрт! Что-то мы не нашли? Да, пошли обратно, ладно? Да. Что бы ещё мы могли не найти? Так-так-так-так-так-так... Блин, дурацкий инвентарь. Дай-ка. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну ладно. О, Ания! Они только поднимают меня. Кто это? Может быть, они будут помогать нам, а международно посмотрит. Все было, все было. Игра глючит. Кто? Игра глючит. А, ну да, местами. Ага. Непонятно почему. Блин. Дай-ка. Нету на это времени у него. Нету на это времени у него. Ммм. Чё, серьёзно? Кукловод этого не заслуживает. Я не понимаю, что это значит. Кукловод этого не заслуживает. Я бы написал, что кукловод не одобряет, знаешь. Было бы неплохо. Дверь останется закрытой. Да, было. Ммм. Ммм. Ладно, держи, держи. У тебя есть идея? Нет. Например, так. Некогда экспериментировать. Ммм. На. Лучше оставлю его у себя. Ммм. Странно, кстати, что игра так сильно у нас подключила. Вот, тряпка, видишь? Ммм. Я причём туда, где-то рядом тырка моя. Я могу закрыть тырку на её шее, и ты ничего не высыпешь. Харри! Поторопись! Она встала. Нет! 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 Они просто убили её. Существо идёт к повозке. Надо выбраться отсюда. Что случилось с Узидой? Она в порядке. Она сбежала. Но её крик. Существо ранили её, но потом она вырвалась. Но она убежала в лес. Нурри, мы должны уезжать сейчас же. Они убьют нас. А-а-а! Герон! Странная полу-3Д. Эмм... Хм... Я понять не умею, что делать. Странно. Может, тогда просто ехать? Так. Интересно, мы могли вообще её спасти или нет? Наверное, нет. Не, надо всё-таки вылезать. Посоединёмся. Другого варианта нет. Поехали наверх. Хм... Помоги мне, Фекс. И чё? И чё? Не сработало! Кухня! Погоди, погоди, погоди. Наведи туда мышку, там что-то есть? Да, я тоже подумал. Да, вы чарнули, не смогли бы это исправить, а мои тем более. О, голова марионетки, давайте. Пусть от тебя будет польза хоть раз. Ну, отлично. Чё, круто? Да всё. Надо взять палку и выжечь, чем глаза. Но сначала я поищу другой выход. Мне кажется, можно ехать. Скорее всего. Ладно. Так. Вон тут есть задвижочек. Где? ВООТ ТУТ-А! А! Всё, показал. У меня не такие длинные руки. Вон, вон, вон. Всякие нужные вещи рядом валяются. Вон, вон. Ну вот. Теперь. Быстро! Это тормоз сняли. А вон, смотри. Вон, смотри рядом с ним. Вон, 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 вон. Герон! Герон! Я спешу, как могу! Я не могу сделать это, Нурри! Герон, я могу это сделать! Чё это было вообще? Ну, главное, что они поехали. Что происходит? О, ура! Она починила его. То есть сломала в кои-то веки? Да, она же всё чинит. Ничего не знаю. Разве не сама судьба вела его вперёд? Пророк нашёл их. Ненадолго им удалось сбежать. Но существа никогда не перестанут преследовать их. Кто мог помочь им теперь? Ну, Гвегринрид сказал, что... И фея — это ключ. Герон должен был узнать это. И следователь феи был его единственной надеждой. Он был прав, чтобы позволить Нурри жить. Он был глубоко доверён в это. Даже его тюрьмые мечты не показали, как бы это решение начнёт проработать в своём городе. Но если бы он знал, решил бы он иначе? Сейчас они опять заговорят и не дадут мне сказать то, что они говорили. Тебе правда уже лучше? Хватит уже спрашивать, я не останусь в полоске. Я торчу там одни напролёт. И бредные существа давно перестали гнаться за нами. Ладно, но когда-нибудь нам всё-таки придётся поговорить о твоей магии. Смотри, человек! Что я тут делаю? В бегах! Новая глава. А вертодостижение в бегах. Ой, ладно. Я, скорее всего, забуду это озвучить потом во время монтажа. Да и буду спать слишком сильно и не захочу этого делать. Поэтому скажу, что там говорились довольно тупые вещи. Типа того, что Гвильминг сказал, что когда пророк что-то там вернётся или что-то сделает, то всё кругом пойдёт, и это будет полный отстой. А потом он... Потом было то, что более-менее понятно. А потом говорили о том, что, ну вот, Герод решил, конечно, оставить в живых эту Нури, но он не знал, какие ужасные последствия там, ну или не ужасные, в общем, в принципе, какие последствия за этим последуют, но Решил бы он иначе, если бы знал. Непонятно. У меня, на самом деле, здесь такой странный сюжет, что мне даже чем-то уже поисковить начало напоминать. Ну, это смято немного, получается. Бах! Она умерла! Бах! Туда! Бах! Сюда! Бесполезный парень. Это гноми работа. Ставни, которые не открываются? Гномы не любили ставни. Нафига им ставни, которые открываются? Ну, происходит тут действительно... Я заметила, давно немного скомканно. Вроде хорошо, но скомканно, правда. Ну, тип мемории, может, лучше. Наверное. Да, Сарся Рондра, Сарвенский. Ты не подскажешь, где мы находимся? Это Ташская горная цепь. Таш? Значит, кровавый барьер недалеко. Совсем близко для путешествующего рыцаря. Для фермера и девицы это будет целое путешествие. Я не фермер. Милое дело, вам стоит поискать защиту у подходящего мужчины в этих опасных землях. У какого мужчины? Я богумил гневный, рыцарь Андергасты. К вашим услугам, милая дема. Я Нурри. Это мой друг Герон. Значит, Нурри. Какое необычное имя. Да, какой необычный парень, кстати. Ага. Не, все-таки, что-то в этой игре есть. Он такой нарисованный. Когда я сделал того парня, который тот парень, когда я на него наделал каких-то штук, он, короче, так же выглядел. Мне нужно сооружение. Веревка, одеяло, бревиант, все, что может пригодиться. Обычно все это можно купить у Грэма, но старый свинорыл спрятался в своем доме и не издает ни звука, но я бы все равно не доверял этому бандиту. Слышишь, Грэм? Ты бандит! И главное это самое. Главное... О, это странно. Тут дурацкое подчеркивание. Поехали. Грэм. Что рыцарь Андергаста делает в Ташских горах? Король отправил меня понаблюдать за племени Морка в Кровом Барьере. Ты был в Кровом Барьере? Конечно, но сейчас я возвращаюсь в Андергаст. Племени Волчи начались волнения. Нужно немедленно сообщить это. В общем, сообщить. Сообщить это некому человеку, у которого имя начинается, наверное. Я тоже заметил эту букву. Угу. Хорошая буква. Угу. И сразу ее узнаешь из-за того, как она редко встречается. Особенно загладная. Ага. Ты не встречал исследователя в Кровом Барьере? У Красного озера? Ммм, Красное озеро? Нет. Но если он пришел с юга, то должен был проходить здесь. Почему Грэм прячется? Тупой осел не хочет признавать, что я прав. Прав, прав. Но отказывается выплатить мне долг. Какой долг? Он виноват в смерти моей лошади. Дал ей протухший корм, так что она померла. Я спешу, но пешком я далеко не уйду. Почему? Почему мы тебе не купить у нас лошадь и повозку? Какой мне долг в повозке? Ну ты можешь отдать Миклеачу. Сколько ты прочишь за нее? Я не уверен. Определись ценой. Тогда я скажу тебе свою. Ладно, пока думал, что это уйдет. Да пребудет с тобой он. И с тобой, короче. Да. Да пребудет с тобой сила. Странное устройство. Владелец у двора явно не устраивал обычная веревка. Что за веревка? Что это вообще за хрень? Давай попробуем ее все-таки крутить. Нет, нельзя. Связывающее звено между колесами отсутствует. Повернуть колесо невозможно. Кто-то забрал рукавятку. Можем туда нож вставить. Что мне тут резать? Нож режь. Ножом. Нож режь ножом. То, что нужно. Ну, может быть, может быть. Может быть, даже заточиться от этого. Куда вообще полоска делась? Или она типа вот эта как раз штука справа, которая стоит. Кус вороньего глаза. У меня не такие длинные руки. Ты это постоянно будешь уговорить. Слово. Это одна из его стандартных жалоб. Ни одной ягоды не падает. Как всегда. А, значит, он попытался все-таки. Да, и всегда пытался. Ага. Можно зайти сюда? Угу. Какое-то что-то странное стало. Еще как. И он взял посох с бубенцами. Лучше бы Нуре не находила эту штуку. Ну, так себе. Ну, по крайней мере, музыка ее приободрила. Ничего не понял. Но, возможно, еще пойму. К сожалению. Наверное, она его бесит, потому что она звенит. Но Нуре нравится. И ты ее приободрила. Да уж. Так, да. Собираем в свои штаны как можно больше вещей. Я бы сказал, куча музыкальных инструментов. Очень странно. Это что, что? Эликсир для придания цвета волоса. Парень с закрученными усами похожа к лотну лишневая. Смотри, что на ней нарисовано. Ну да, но... Погоди, парень с закрученными усами стал бутылкой? Я больше ничего придумать даже не могу. Да, бред. Королева ветров Нуре снова победила короля чертят и его злобного брата. А, они уже целую вечность едут на этой чертовой повозке и играют во всякую парашу. Я понял. Так само собой. Она же сказала, что он ее долго не пускал из повозки. Точно, точно. Слушай, давай возьмем ремни. Где они? А, вон там. Вон эти, вот эти вот, да. А-а-а. Ага. Так, тут что-то на секунду засветилось. Это галюк что-ли был? Мне тоже так показалось. Это галюк был похож. Вполне вероятно, да. Поэтому можно выходить, а поводья можно даже натянуть на тот механизм. Кстати говоря. Зачем нам все остальные вещи? Я лично теряюсь. Я думала, туда надо вставить посох. А, там же ручка нужна. Тьфу, блин, конечно посох. Я все время хочу приделать ремни. Помнишь, как во всех поисковиках. А-а-а. Фиттс, экзакт. Идеально подходит. Дзынь-дзынь. Так, надо с Нурик поговорить пока не буду. Ладно. Слушай. Вот и слушай. Как ты? Мне жаль, что Эзиды не стало. Надеюсь, эти ужасы скоро закончатся. Поэтому мы ищем исследователей феи, чтобы не случилось чего-нибудь еще хуже. Что это была за магия, которая это нас спасла? Это была сила лунного света. Она как огонь для печальных феи. Что за печальные... Что значит печальные феи? Я чувствую, раньше они были как я. А теперь они печальные. Да, если феи теряют контроль над магией, они не умирают, но их поглощает тьма. Они становятся печальными и больше не могут смеяться. Мне они показались глупными врагами с кровью и с Эзидой на руках. Тем не менее, они печальны, поверь мне. Твоя магия смертельна даже для тебя, да? Ты сама чуть не сгорела. Я не хотела, чтобы ты умер. Спасибо тебе, Нурия. Что мы будем делать? Почему эти злые феи служат пророку? Наверное, он наложил на них заклятие. И перестань говорить о них. Мне становится грустно. Нам нужно снаряжение, прежде чем... Точно, я не против немного отдохнуть. Хорошо. Давай продолжим позже. Кстати говоря, нам тоже, походу, надо продолжать позже. 21 минута уже. И я включил гораздо позже. Да нет. Точно? Угу. Даже если будет 25, черт с ним. Ну, понятно. Ну, значит, встретимся потом. Угу. Возможно, даже очень скоро. Угу. В любом случае, у нас много ассасинов. О! В следующий раз с ним поговорим. Пока, ворон. Он на голубя похож. Maybe, maybe. Очень похож на голубя. Ага. Он потому что такой синий. Пока, синий ворон! Блэ.